всем привет в руках у меня находится флагман от компании realme это новая модель которая называется realme gt 7 pro посмотрите как он выглядит и заметьте какой интересный цвет они выбрали это фирменный цвет этой модели и как он ему идет и смотрится необычно и интересно здесь не шайба здесь вот такой вот квадратик hyper image плюс в котором находятся три модуля камеры ширик телевик и основная камера также двойная вспышка еще разных тонов более белая и более такая теплая желтенькая вспышка справа кнопка включения качелька громкости алюминиевая рамка сзади стекло спереди тоже стекло gorilla glass на экране наклеена пленка защитная и здесь экран закруглен со всех сторон сейчас то модно стало делать он закругление имеет и снизу и сверху и по краям это не водопад ни в коем случае у водопада гораздо сильнее закругление но это и не два с половиной d закругление которое идет у всех телефонов почти по умолчанию здесь она чуть более сильная вот поэтому пленочка которая здесь проходит она не до конца закрывает а вот когда начинает уже экран закругляться тут уже эта пленка не не закрывает экран эта пленка кстати заводская смотрите что еще у этого телефона интересного самое главное это конечно что они здесь поставили самый мощный на данный момент процессор мобильный это snapdragon 8 elite или его еще можно назвать по-другому snapdragon 8 gen 4 это очень мощное устройство которого хватит на долгое на долгие года вперед и еще что мне очень понравилось что этот телефон который имеет наверное одну из самых больших аккумуляторных батарей в этом сегменте батарея здесь на шесть с половиной тысяч миллиампер это нереально круто при этом габариты телефона не сказать что прям сильно увеличились да по сути они стандартные для этого сегмента да он весит больше двухсот грамм но это флагман из металла из стекла они все так весят он весит всего 222 грамма без чехла без всего просто вот так вот сам по себе у него толщина 8 и 6 миллиметров длина 162 и 5 и ширина 70 76 и 9 снизу находится разъем для зарядки тайп си высокоскоростной usb 3 2 здесь у нас динамик сим лоток рассчитанный на две sim карты формата на на флешку не поставить микрофон справа кнопка включения качелька громкости здесь второй еще динамик стереозвук с этой стороны слева нет ничего флешку не поставить наушники проводные не подключить здесь еще кстати обозначение на этом на этой стороне номер модели но это смотрится вообще еле-еле заметно вообще никак не мешает телефон защищен от воды по стандарту ip68 ip69 то есть можно его окунать в воду ничего с ним не будет можно даже под водой фотографировать что по диагонали здесь установлен ltpo amoled на 6500 пиковой яркости просто нереальная яркость и смотрите в настройках можем зайти сюда настройки экрана и во-первых здесь есть режим повышенной яркости даже если вы допустим в максимум уже уперлись это еще не все вы включаете режим повышенной яркости добавляете еще у вас появляется еще здесь но он вас сразу предупреждает что будет более высокий расход батареи но такой режим реально не нужен в обычном использовании супер яркий потому что и он избыточен просто если дома сидеть достаточно даже половина яркости и краю экрана и он остается читаемым шима я здесь не вижу пример вот смотрите вот так мерцание какого-то шима до экрана вообще отличного качества но можно еще сделать ярче это где если вы куда-нибудь пошли на улицу солнце ярко и слепит нифига на экране не видно можно еще дополнительно прибавить один из самых ярких сейчас экранов на рынке есть режим защиты глаз понятное дело тоже очень полезный ну и такие базовые темы как поменять шрифт сделать его крупнее поставить темную тему все это здесь есть и даже здесь по ходу еще разрешение меняется экрана есть стандартная full hd плюс 2376 на 1080 и есть 2780 на 1264 я кстати даже вот на обычном буду ходить потому что на этом опять-таки быстрее разъезжается аккумулятор и разница уж не такая уж и большая серьезно поэтому можно ставить стандартное частота обновления регулируется самостоятельно меня сейчас поставлена принудительно высокая но можно поставить автовыбор или стандартную вообще на 60 герц ну 60 герц на таком телефоне тоже неохота как-то использовать как телефон лежит в руке нормально да он не маленький конечно диагональ здесь 6,78 это уже почти фаблет но это уже фаблет 2 6 и 8 ну куда уже это не компакт это уж точно то есть да он нормально лежит руке но если у вас до этого были маленькие телефоны надо будет привыкать к нему камера выступает но в целом она не сильно мешает ну может быть да вот здесь чуть-чуть палец и нее спотыкается если держишь телефону так но ничего страшного можно его чуть пониже опустить и все и не будет упираться об эту камеру конечно ее желательно закрыть эту камеру потому что если телефон так лежит хотя нет здесь знаете он лежит и не особо шатается да но все равно я бы конечно чехол носил потому что вот эта камера со временем может затереться постоянно астолы елозить лучше какой-нибудь чехольчик чтобы он вровень с камерой был по оболочке здесь уже установлен андроид 15 на реалми юай версии 6 6 реалми юай самая новая самая современная и андроид 15 так как это флагман они его должны еще долго обновлять это как сказать лицо компании да в первую очередь они всегда получают новые обновления потом уже там другие модели более бюджетные подтягиваются у меня версия на 16 гигабайт оперативной памяти и на 1 терабайт внутренней памяти то есть это очень большой объем и плюсом к ним можно еще добавить 12 гигабайт еще функция расширения озу работает и тут он вам сразу показывает сколько доступно сколько используется очень тоже удобно это все сейчас кстати смотрите я обнаружил что новая прошивка пришла но обратите внимание на вес почти 7 гигабайт обалдеть сколько же она будет скачиваться а 7 гигабайт ладно давайте поставлю пока на скачивание вот это апдейты я понимаю и это причем не новая android это просто внутри этой же реалми юай я понимаю это бы если бы там была новая версия уже реалми юай там новый android нет это просто просто обновление внутри этой линии внутри этой серии ладно пойдем дальше по экрану все нормально большой яркий фронталка форме такого отверстия в экране рамки небольшие со всех сторон экран очень и очень яркий процессор snapdragon 8 elite мощный сверх мощный в аиде определяется как snapdragon 8 gen 4 по факту это так оно и есть он уже вышел после gen 3 ну соответственно по логике это gen 4 они его назвали просто 8 elite некий такой ребрендинг произошел все время они меняют название помните раньше qualcomm и были там 870 865 855 да а сейчас вот у них 8 elite что будет дальше не знаю 8 или 2 муж 8 или 3 короче это самый сейчас топовые процессор которые получают все флагманы и galaxy s25 скорее всего такой же процессор получит и и xiaomi и viva ну короче все компании тоже вот стараются сделать свои ультра флагманы на этом процессоре это очень мощное решение которого хватит еще на долгие долгие годы вперед я тестировал в антуту в производительном режиме и он у меня показал 2 миллиона 739 тысяч баллов удалось победить аж целых 98 процентов пользователей кстати во время теста телефон нагрелся всего до 38 градусов это очень хороший показатель для snapdragon 8 elite и 5 процентов потерял аккумулятора то есть нагреется он не так сильно тест на троттлинг проходит следующим образом троттлинг есть а в пике он достигает 40 процентов но потом отрастает скорость памяти просто почти две тысячи на чтение это ufs 4 4 я не знаю 4.0 или 4.1 уже потому что здесь скорость какая-то запредельная 1800 на чтение 900 на запись и в гикбенче 3000 баллов в одноядерном режиме это очень много и в многоядерном 8 800 тоже офигенно то есть как бы это просто телефон который по производительности мощнее практически всех ныне существующих телефонов папкультра настройки и все летает все гоняет игровой телефон тянет абсолютно все стереозвук самая громко сейчас высокая установлена смартфона кто на машине Стой! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Mobile Legends Игровой движок включен, было написано Показывает сколько FPS Какая температура, очень удобная вкладка такая Ну здесь тоже лагов нет, тормозов Так, где враги-то? Пойдем Тоже все очень плавно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай блин, эта башня у меня стигает Геншин, импакт Тоже все великолепно идет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стэндов два ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА